Диван-кровать Клик. Диван Клик состоит из трех упаковок. Для сборки вам потребуется крестовая отвертка и гаечный ключ. Приступаем к сборке. Открываем упаковку номер 3. Достаем матрас и откладываем его в сторону. Достаем фурнитуру и механизмы из бельевого короба. Затем достаем бельевой короб. Достаем фурнитуру и раскладываем ее на ровную поверхность для удобства сборки. Устанавливаем опоры на бельевой короб. Наклеиваем на опору фетровые подпятники, чтобы не повредить пол в процессе эксплуатации дивана. При помощи гаечного ключа затягиваем гайки с внутренней стороны бельевого короба. Затем устанавливаем механизмы на боковины короба при помощи винтов и отвертки. Распаковываем раму из упаковки номер 1. Устанавливаем раму спинки на механизмы и закрепляем винтами с каждой стороны. Согласно схеме сборки, винты вкручиваются с нижней стороны механизма. Поднимаем раму спинки и затягиваем винты при помощи отвертки. Аналогично устанавливаем раму на сиденье и крепим к механизмам. Далее устанавливаем диван в положение сидя. Одеваем чехол спинки с матрасом на раму спинки, совмещая углы чехла с углами рамы. Раскладываем диван так, чтобы сидение было в поднятом состоянии. Матрас сидения опускаем на матрас спинки. Далее расстегиваем на чехле молнии с двух сторон сидения. Одеваем чехол сидения на раму сидения, совмещая углы чехла и рамы. Затем закрепляем липучки от чехла на раме сверху и снизу до упора, чтобы создать натяжение чехла. Важно на нижней части рамы закрепить центральные липучки с двух сторон от ламелей. Затем застегиваем молнии по бокам чехла на сидение и среднюю молнию, соединяя спинку и сидение между собой. Открываем упаковку номер 2 и извлекаем из нее подлокотники. Устанавливаем подлокотники с двух сторон на бельевой короб. С внутренней стороны бельевого короба крепим подлокотники винтами через шайбу и затягиваем соединение отверткой. Диван собран и готов к эксплуатации. Диван собран и готов к эксплуатации.